Статья 1 и статья 10 ГК РФ обязывает всех действовать безумно и добросовестно. Статья 1 и статья 10 ГК РФ обязывает всех действовать безумно и добросовестно. Статья 1 и статья 10 ГК РФ обязывает всех действовать безумно и добросовестно. Статья 1 и статья 10 ГК РФ обязывает всех действовать безумно и добросовестно. Не написано? Кто заверил? Кто подделкой документов занимается? УКДС, ВЖР расписано. УКДС, ВЖР. А где? Ни должности, ни фамилии, ни имени, ни отчества. Бумажка ни о чем. Юридической силы не имеет. У нее договор. Комсомольский 21, квартира 2. Я хочу посмотреть, в договоре ее подпись. Вашу сейчас подпись проверим. И в договоре. Мы сейчас расположим ваш договор и предупреждение. Ну, вообще-то, это мама моя. А вы кто? Я дочь. Ну, а кто собственник у вас? Я и мама. Ну, так мама-то расписалась? Ну, это и не мамина роспись. А, ну, сейчас придет, принесем договор. Ну, а если, если говорить, не ваш? Это не моя роспись. Ну, это другой. Ну, тогда мамина роспись, если не ваша. Подожди, а чья фамилия написана? ЕВ, Евгения В. Моя, да. А мама у тебя как зовут? Е тоже? Нет, а сияй с моей. Ну, значит, это типа ее подпись выходит. Но она не признает свою подпись. Вот эту подпись она не признает? Ну, пусть напишет заявление, если не признает. Все. Все обжалуют. Это уже фальшивка. Вы даже понимаете, что... Ну, пусть фальшивка будет. Она пусть напишет заявление. Фамилии, имя, отчество нету вот здесь вот. Гражданский кодекс 19 нарушен. Вот, вот, фамилии, имя, отчество. Это кто? Это вот эта роспись вот этой женщины? Нет, зачем? Вот это чья роспись? Это начальник абонентского отдела. А почему она фамилиями отчества не пишет и должность не пишет? Потому что когда вам будут отвечать, отдавать официально по запросу, она распишется, сделает расшифровку. Подожди, вот это получается твой холодильник, да? Когда тебе свет отключили, все содержимое... В морозилке было мясо, оно пропало. Приехала домой, уже был запах. А сколько примерно сумма было? Ну, тысяч на пять точно было продуктов здесь, если не больше. И плюс холодильник провонял здесь? И плюс, да, вот воняет холодильник. То есть, платишь, не платишь, все равно... Платишь, не платишь, да, все равно письма счастья приходит. Подскажи, в абонентском отделе, ты ходила, тебе показали оригинал подписи? Нет, оригинал подписи мне не показали. Получается, вы сейчас заключили мировую, они подключили свет обратно. Ну, а я не понимаю, почему они раньше этого не сделали? Ну, они... А, ну, получается, мастер ЖО2, Вероника, она просто перестала с тобой общаться? Да. То есть, им выгоднее отключить человека, нежели найти решение проблемы? Ну, да, они просто пришли, отключили свет, когда у меня ребенок был дома один. А у тебя двое детей несовершеннолетних? У меня двое детей, да, несовершеннолетних. Я была на работе, старший ребенок у меня находился дома. И ты была, получается, вынуждена после отключения света скитаться по разным местам? Да. Жилье непригодное, правильно? Да, то есть, ну, здесь никто не проживал, пока не было света, то есть, никакого решения принять мирового на словах, там, как-то что-то, никто не хотел довернить, я не могла дозвониться. Ты мне еще чаем поел? И что? Посмотрите, пожалуйста, показания, которые, что-то... У меня было 4, 7, 1, 7, 1, 3. Плачусь, сейчас без справки. До нашего похода, почему тебе сведения включали? Да, он включал, потому что сейчас вот на родном месте тоже сочиняешься. Видео же есть, Евгения. Так у меня тоже много чего есть, хорошо? Нет, подпись. Магданович, машинцов. Ну, что? Ты что-то сейчас тут платишь, что-то не платишь. Я сюда лезть. Так. А что ты меня толкаешь? Я вас не толкаю. Не путайте. Пожелаем вас и сочиня. Томбу поставили? Там не стоит зон. Стоит? Да, она не сформирована. Так же. Так же. Так, поэтому нет. Здесь номер квартиры, 21 часа, и вам 92,50. Евгения, не участвуй в преступлении. Когда у тебя дети страдали, я тебе помогал, а ты просто участвуешь в обратном процессе. Зачем ты это делаешь? Антон, я сейчас получил исправно. Так это твое дело. Ну, все, мое дело. Против меня не действуй, пожалуйста. Я не действую против тебя. А сейчас ты что сделала? А с чего ты сделала, что у меня есть долг? Ты хоть читала, что там в документе написано? У тебя на двери вечер, я писала, что у тебя долг. Копию акта выдайте мне. Забросить его в предоставке. Забросить. Короче, ничего не предоставили, как всегда. Я вас объявляю за самовольную... Директор ЖЭЛ. Вы будете отключены. Чего-чего, я не слышу вас. Снимите маску, я вас не слышу. Маску снимите. У вас все зафиксировано. Маску снимите, я вас не слышу. Евгения, может на чай зайдешь? Пообщаемся. Так, закрыл. Допреждение самовольного побречения. Ух ты, какие у вас классные вещи. Не надоело? Чего, уже с регистраторами ходите? А че ты фокусишь по мне? Я тебе разрешал меня фотографировать? А че руки-то трясутся? Не ваши проблемы. Счастье что ли переполнять или что? Номер машины А918РН186 Тойота черная За рулем неизвестно кто За рулем неизвестно кто Застреление можно уж? Конечно, сейчас можно Так, Андриченко Владислав Владимирович У нас кусать? Давайте Похож? Нет Ну, может, умолос отрастить А, бывает так Че за хулиганы у вас бьют? Уже третий раз отключают Все признаки тривистических как? К сожалению, к сожалению, вы они А вас че? А нас мало Ничего себе мало Нас много людей, но Ничего себе мало Когда ко мне с ОМОНом приходили Че-то у вас немало было Дверь вынесли дважды Я же здесь не был Че, много кому отвечают Книж Бывает Бывает такое Ну, имеется в том, что сообщения Разного характера бывают На одном сообщении Вот можно там час-полтора Посидеть За это время там пять-десять Вот, а бьют Ну, всякое бывает Нет, я имею в виду А по электричеству Ну, да, бываешь По электричеству бывает Редко, но бывает Ну, по крайней мере, вот Я заступаю Редко Согласно Статье 205 УК РФ Террористическим актом Является Две тучи Так Совершение взрыва Поджога или иных действий Устрашающих население И создающих Опасность гибели человека К причине Узначительного Имущественного ущерба Согласно постановлению Номер 1 От 9 февраля 2019 года Пленума Верховного Суда Российской Федерации Устрашающими население Могут быть признаны Такие действия Которые По своему характеру Способны вызвать страх У людей За свою жизнь И зароли Запитая Безопасность близких Сохранность имущества Пункт 3 Самый главный Под иными действиями Устрашающими население И создающими опасность Гибели человека В причине Значительного Имущественного ущерба Либо наступления Иных тяжких последствий В статье 205 УК РФ Следует понимать Например Устройство в аварии На объектах Жизнеобеспечения В том числе Электроснабжения На данный момент Электричества В квартире номер 16 Отсутствует более 3 часов Никаких задолженностей Передового УК ДСВЖ Или другими компаниями Установленных судом Не имею Данный факт Подтверждает 2 чека Фото у меня на телефоне есть По оплате за электричество Номер курс Вам известен? У вас есть отпечатка? Номер курс Давайте Фото есть? Есть Перекиньте Ну вообще По идее Как нельзя Как нельзя Я делаю Восное обращение Согласно 59 Физы Не Восное обращение Это Вот Давайте Приняем Устан У нас Приобщено КУСПУ В 11 0 89 То есть 110 89 Воздух 11 0 89 Ну да Номер курс Это Номер курс А сегодня 6 числа 23 Ну что 21 Действовать Разумно И добросовестно Статья 1 И статья 10 ГК РФ Обязывает Всех Действовать Безумно И добросовестно Безумно И добросовестно Безумно И добросовестно Разумно Разумно Ну я уже заговариваюсь Разумно И добросовестно Так И Кондрашов меня знает и Луценко. С Луценко общаетесь? Ну конечно. Привет ему передавайте. Видео про него смотрите, как он людей психушку сдает. Необоснованно. Это ясно, ясно. Посмотрите про Кондрашова, как он изменения в законодательство вносит от руки. И поинтересуйтесь, откуда он пришел в Сургут из Карелии. И почему он трижды фамилию его поменял. Так, а вы будете осматривать место преступления? Конечно. Осматриваем отключение. Фиксировать на видеорегистратору. Видео и фотографии. Ну про меня ничего не слышали? Конечно слышал. А то меня там, извиня, в вашем отделе пытались наркоманы сделать, чтобы психушку четвертый раз сдать в феврале. Не возьмусь конкуртивный тест. И они не взялись. Никто не взялся. Видите, они даже болт не прикрутили. Куда болт дели, неизвестно. То есть они, вот любой ребенок подойдет, ему же палец унесунуть. А здесь 200 ампер. Я не знаю, я тут вообще не специалист. Я вижу, что вот эти провода они повыдергивали и вон там оставили. Ну, ваша квартира. Ну да, вот 16 же написано. Вот нижний провод, он идет на счетчик, со счетчика идет провод, вон он, желтый. Пустой. А вот здесь, я предполагаю, вот такой же бочонок они открутили и изъяли. То есть электричества в квартире нет. И исчез бочонок, имущество. Они, видишь, они почитали мои бумаги, они соображают. Матюшенко больше не кидается на меня, рукоприклазным не занимается, а провода они больше не тырят, они их оставляют на месте. А про бочонок забыли, стырили. И болт, да, стырили. И болт, да, стырили. Да, стырили. Вот что написали? Конфектом осмотра является электричный ток, расположенный в счетном этаже, подъезда 1 до 21 по проспекту Космойской улице. По подосмотру установлено, что на счетчике статию 16 до 21 по проспекту Космойской улице. Будет отключено, подсоединено 4 провода, при этом в квартире 21 электричество отсутствует. А также подключено основное электропоро и отсутствует бочонок и болт, который закрывает электрощиток. Доступ к электрощиту свободный. Можно написать, присутствует опасность. Ну, это осмотр. Это только сегодня с ними. Я же осматривал, чтобы повреждено и отключил. Правда под напряжением находятся в свободном доступе. Ну, вот ребенок какой-нибудь будет проходить меру. О, что-то открыто, а что тут пальцем скринзить или звездец? Все были маленькими, всем было интересно. Все, можем туда идти. 177 ППК, произвел осмотр. Какие-то следственные действия? По материал-проверке, когда у нас тоже предполагается осмотр в месте происшествия. В любом случае. Мы же не знаем, что… А почему раньше его не делали? Я вот первый раз такой протокол вижу. Потому что у нас, когда, допустим, есть материал-проверки, поступают сообщения, не важно там… Я в прошлый раз тоже сам видел. Я не знаю, я же с вами не работал в прошлый раз. Я вам говорю о том, что, допустим, материал-проверки у нас проводится, может быть возбуждено, главное дело. Правильно, да? Да не может быть, а должно быть в отношении… Вообще, я говорю, в общем… Всем привет. В общем, вот так весело сегодня день прошел. Среда. Планировалась на этот день международная конференция с Италией с Барбарой Бьянко. Не получилось. Монтировал видео, записал ответы на вопросы с Тимуром по поводу оживления СССР. В общем, монтаж откладывается. В третий раз отключено от электричества редакционный пункт СМИ «Камчатский регион». То есть, это 144-я статья УК РФ «Воспрепятствование журналистской деятельности». Была вызвана полиция. Сообщено о совершенном преступлении. Там по множеству статей предъявлены два чека. Не знаю кто, кто-то оплатил электричество. Поэтому долгов по электричеству нет. Однозначно нет. Я не знаю, откуда у них долги взялись. Но это полнейший беспредел происходит. Бруловский же сказал, можете оплачивать любому электричеству. Вы можете представить документы об оплате любому лицу за услугу электроснабжения? В общем, этому полицейскому я руку не пожал. Так ему и сказал. Когда он уходил, я вам пожал руку. Но после того, как вы меня пытались сдать в психушку четвертый раз. И пытались что-то там подлить в мочу. Судя по разговорам, которые велись в отделе полиции во время задержания. Смотрите видео об этом. Я говорю, всякое доверие к вам пропало. Вообще. Кого не защищает? Не знаю. Кстати, я хочу показать вам пять постановлений. Естественно, четыре месяца назад был подан иск в суд. И написано сообщение о совершенном преступлении. Каждый раз выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Оно обжаловалось прокуратуру. Прокуратура отменяла его. Выносилось новое постановление об отказе. Прокуратура его опять отменяла. И так пять раз. Вот они, эти пять постановлений. Найдите. Называется «10 отличий». Вот смотрите. Семь пунктов. Несмеянова сократила до четырех пунктов. Но текст один и тот же. Вот это один в один. Вот с этим вот постановлением. Тоже семь пунктов. Вот рекомендуем обратиться в суд гражданском. В порядке гражданского судопроизводства. Такой же текст. Такой же текст. И Ларичев решил убрать. Рекомендую обратиться в суд. То есть все. Можете даже не обращаться в суд. Бесполезно. Но иск о незаконном отключении электричества был подан. Со второго раза они его приняли. Сначала Никитина его завернула. Якобы он был не подписан. Потом Бурлузский все-таки принял его. Вынес, я считаю, совершенно незаконное решение об отказе в удовлетворении. Была подана апелляционная жалоба. Апелляционная жалоба оставлена без движения. На это определение подана частная жалоба. Эта частная жалоба опять оставлена без движения. И на это определение подана частная жалоба. И вот сейчас неизвестно, что там происходит. То есть палки в колеса со всех сторон. Пять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Ну сколько, что, всю жизнь обжаловать, что ли, или что? А иск подал, палки в колеса постоянно вставляют. Незаконное определение выносит Бурлуцкий, и все. И хоть ты тресни. В общем, в этот раз тоже подготовлено сообщение о совершенном преступлении. Просьба ко всем. Это не бездейственная бумага, она очень помогает. Просьба, вот я сейчас размещу, ссылка будет в описании к видео. Скачивайте, меняйте шапку только под себя, и отправляйте по ссылкам, которые указаны в шапке слева. То есть это там прокуратура, Следственный комитет, МВД, президенты и так далее. На это потратить нужно максимум полчаса. Я это быстро делаю. Где-то за минут 15. Ну а свет появился каким-то чудесным образом, не знаю каким. Всем благодарствую. Безумно и добросовестно. 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 Субтитры подогнал «Симон»